Осень традиционно время охоты, осень традиционно время охоты. Кто с ружьишком, кто с корзинкой отправляются в тайгу, где не исключена встреча с ружьишкой, кабаном или волком и прочими братьями меньшими. Как себя вести, чтобы самому не стать чьей-то добычей. Не провоцировать животное. Оно тоже, среди вас первым делом, захочет скрыться. Здоровые особи не нападают первыми. Не ходить в лес в одиночку и без средств, связи, не по сезону, не. Не трогать детенышей, даже если кажется, что зверек один, брошен матерью и нуждается в помощи. Мать где-то. Ваше участие в судьбе малыша может стоить вам жизни. Не паниковать, даже если перед вами внезапно возник мишка. Он, не увидев ничего, зрительного уйдет сам. Убежать от медведя нереально, он догонит. Просто тихо отходите назад, не поворачиваясь спиной к зверю. Можно говорить что-нибудь. Можно медленно, нерезко, кинуть какой-то предмет на землю, сумку с едой, куртку. Это займет на какое-то время лохматого. Он начнет. Нюхивать вещь. Если шерсть на загривке встала дыбом и подрагивает, дела плохи. Быстро карабкаться на дерево или падать на живот и притворяться. Завидев дикого кабана, тоже лучше избежать обмена приветствиями. Общаться с кабаном веселее всего, сидя на дереве. Причем не надо лезть под. Завидев серого или стаю медленно, отступайте, ни в коем случае не смотря ему в глаза. Он это воспримет как сигнал к бою. Если волк готов. Вставайте спиной к дереву и отбивайтесь палкой. Хищник отступит. Советами поделились руководитель лесоохотничьего хозяйства. Становское национального парка Беловежская пуща Николай Бричкалевич и охотник Виктор Осипук. Ранее охотники сообщали, что косатка откусила. Яхты, владелец открыл стрельбу.